Приветствую вас! Я бы хотел сказать так. Доверять человеку, любому человеку, просто так, без подтверждений, без обознаваний, без каких-то доказательств добросовестности человека, без наличия у него репутации, ну, мягко говоря, противоречит закону самозагранилище. То есть и в интернете, на подобных онлайн-ресурсах, и в реальной жизни, в кабинетах, в социальных центрах много людей, много профессионалов, которые позиционируют себя как психологи. И, пожалуй, говорить о том, что есть какой-то уникальный способ отделить тех, кто манипулирует, от тех, кто не манипулирует, ну, вообще-то говоря, такого уникального способа, на мой взгляд, не существует. То есть, объективно, если бы такой способ был бы, то я думаю, что, во-первых, если клиент такой способ использует, значит он сам психолог, и ему помощь психологу не нужна. А поскольку далеко не все могут распознать, то, соответственно, действительно, ваши опасения, они имеют как бы основания. Что можно вам сказать по, собственно, ну, по вашему поводу? Что можно сказать по вашей ситуации? Вообще, психологи проводят демонстрационные сессии, психологи имеют какой-то отзыв, психологи в каждый концов рассказывают, как они с человеком работают. И, знаете, как бы, вот вы это все слушаете, например, смотрите на то, как человек себя позиционирует. Если интуитивно вы чувствуете, допустим, интуитивно вы чувствуете, что все хорошо, что вас там все устраивает, или, наоборот, вы чувствуете, что не все хорошо, что вас не все устраивает, то вы, соответственно, и отказываетесь от услуг такого психолога. И не потому, что он какой-то плохой, не потому, что он обязательно мошенник и манипулятор, а просто потому, что вам не понравилось что-то. Ведь в психологии, особенно в психологическом консультировании, очень важную роль играет личность. И если вы решаете поработать с кем-то, то вы посмотрите на отзывы о человеке, посмотрите на то, как он работает, посмотрите на его подход к работе и так далее. А потом вы же сделаете для себя вывод, кто из специалистов вызывает у вас больше доверия. Но помните, что доверие – это всегда интуиция. Интуиция – это взятие части за целого. То есть мы видим часть и принимаем эту часть за целого. И, к сожалению, таким образом мы рискуем ошибиться. Конечно, не всегда. Конечно, ну, далеко не всегда есть такая вероятность. Но, тем не менее, она и есть, эта вероятность. То есть риск ошибки есть всегда. Поэтому я рекомендовал бы вам посмотреть на реальные результаты работы человека, на его, так сказать, социальные результаты. Это первое. Второе. Вы пишете о том, что психолог, если поссоритесь, вы будете манипулировать, вами, там, фобии какие-то, да, вам, ну, не вам конкретно, а вообще, вообще, ну, напускать и так далее. Знаете, давайте подумаем так. Чтобы клиенту, чтобы у клиента, точнее, появилась фобия, вот, по желанию психолога, с клиентом нужно работать. Если клиент, как-то, знаете, ну, ему не нравится, да, если произошла ссора, получается, клиент не заинтересован в том, чтобы, ну, например, дальше работать. И психолог, работать с таким клиентом, будет просто работать себе в ущерб на самом-то деле. Понимаете? И, ну, то есть, в убыток. И я думаю, что, вот, не в духе это профессиональных экспертов работать себе во вред. Дальше. Содится психолог ни с кем не будет. И уж точно не с клиентом. Потому что, как бы, профессиональные навыки, они ука... Они есть. Профессиональные навыки есть всегда. Если человек-психолог, И если человек-психолог профессиональный, Или хотя бы позиционирует себя, как профессионального психолога, То он не будет ссориться. Не то с клиентами, а вообще с людьми. Потому что он понимает, что стоит за этими ссорами. Он знает, что за ним стоит. А значит, не позволит себе вовлечь себя же в эти ссоры. И тогда несложно сделать вывод, что если психолог с вами ссорится, То в его профессионализме можно, по крайней мере, немножечко посомневаться. Вот. Далее. Да, стресс, как и в любой работе, конечно, бывает и в психологии, Но здесь это зависит в основном от клиентов. То есть, бывают легкие клиенты, бывают клиенты потяжелее и так далее. Но, вообще говоря, если психолог не является лично заинтересованным в том, что он делает, То есть, нет у психолога личной заинтересованности действовать так, как он действует. Да, то есть, нету личной заинтересованности в результате. Да простите, тогда и никакого стресса не будет. А мы на самом деле здесь работаем. Для нас это не средство самоутверждения, Для нас это не средство показаться, там, не знаю, какими-то всемогущими и так далее. Если для кого-то это так, то этот человек, да, с ним работать вам будет сложно. Но вы это всегда поймете. Что психолог, как правило, будет настаивать на каких-то своих рассуждениях, на своей точке зрения и так далее. Вот. Поэтому можно доверять мужчине-психологу, можно. Но предварительно нужно провести с ним пару, как бы, таких демонстрационных бесед, Либо просто-напросто посмотреть на результаты его работы и сделать вывод. А так, ну, при выборе любого специалиста, в том числе врача и так далее, Всегда же есть риск, что попадется какой-то непрофессиональный человек. И от этого никуда не деться. Но если помощь нужна, то ты со мной идешь в хорошо и рискуешь просто потому, что дальше будет только хуже. Понимаете? А что касается того, как не попасться на, например, на манипуляции психологов, то здесь я вам могу сказать только одно. Психолог профессионал всегда будет действовать в интересах своего клиента. И если вы видите, что психолог уже слишком лично обращается с вами, то нужно работать с таким человеком, прекращать. Тактично сказать, что бросите, у меня там нет возможности больше с вами работать или то-то еще. И просто-напросто прекратить взаимодействовать с таким человеком. И все. Ну, бывает так, что личность просто не подходит. Личность, ну, специалиста не подходит под личность клиента. Или вам просто не нравится, как ведет себя эксперт. Такое тоже бывает. Понимаете? Не нужно себя ломать, не нужно как-то вот себя насиловать. Вот. И, смотри, смотрите, какие интересы преследует эксперт. Лично вот. Мне кажется, что профессионалы всегда преследуют другие интересы своих клиентов и не более того. Я, например, со своим клиентом так и говорил всегда, что я переживаю за вас, я волнуюсь за вас, я хочу вам помочь. Даже ущерб тем, кто, ну, как бы рядом с вами, для меня важны ваши интересы. Вот. На этом все. Надеюсь, что объясню вам, как обстоят дела. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам нравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.